итак дорогие друзья всем привет ни для кого сейчас не секрет что цен на компьютерное железо особенно на видеокарты необычайно высоки то есть в два раза выросла по сравнению с прошлым годом цен на железо но они постепенно падают но дорогие друзья люди которые работают с видео с аудио и так далее то есть играют на компьютере не могут ждать год или полтора пока цены упадут они могут еще вырасти и тогда уже будет вообще беда беда но дорогие друзья сегодня вам расскажу про то как можно компьютер сэкономить чтобы он остался актуальным и вы смогли его проапгрейдить до необычайного уровня я видел пару сборщиков компьютер которые говорили вот собирать с алиэкспресса тудым сюдым собираем на ddr3 памяти но это все шлак я сегодня вам расскажу действительно как можно сэкономить на компьютере но через время докупить видеокарту и проапгрейдить ее полностью поехали итак дорогие друзья для начала для начала давайте поговорим про типы графики типа в графике есть два это дискретная и встроенная графика в чем их не отличие дискретной графики от сама видеокарта и память и видео чип в ней присутствует то есть видеокарта не будет отжимать часть с видео памяти у оперативной памяти и так далее это незаменимое решение для профессионалов но в нынешней ситуации даже профессионал поскупится купить себе видеокарту если вы согласны с этим мнением нажмите лайк под видео но дорогие друзья есть еще второй тип графики это встроенная графика в сам процессор и когда-то люди говорили то что сидеть на встроенной графике это не то это это извращение и так далее но сейчас встроенная графика сделала очень большой шажок и сейчас встроенная графика может легко поконкурировать с gt 10 30 и gt gtx 1050 1050 ti сейчас если вы уже надумали все собрать компьютер на встроенной графике то я вам порекомендую две встроенные графики это вега 11 и hd intel intel ультра hd 730 по моему если не ошибаюсь если ошибаюсь я вот здесь пропишу но дорогие друзья за со встроенной графики почему собирать сейчас рентабельно потому что через время через год вы можете купить докупить себе видеокарту и сделать из компьютера после беста на все деньги можно со встроенной графикой появлять какие-то нетребовательные игры вроде pabjo counter strike и так далее но то есть такие онлайновые игры либо же нетребовательные игры но дальше можно докупить и видеокарту и сделать из своего компьютера которые так был более менее мощным сделать вообще монстра и играть уже в требовательные игры на максимальных настройках но дорогие друзья сейчас мы перейдем к тестам но для начала я вам расскажу о мелочи встроенная графика очень 3 очень требовательна к потокам оперативной памяти оперативную память лучше ставить 16 гигабайт в двух канальном режиме что такое двухканальный режим это как если у вас на материнской плате 4 слота под оперативку ставите оперативку через один слот и тогда добивайтесь двухканального режима работы это элементарно и сейчас минимальное количество оперативной памяти я лично вам рекомендую ставить 16 гигабайт почему именно 16 не 8 потому что вот допустим систему вас съедает 2 гигабайта у вас система 2 гигабайт съедает остается сколько 6 гигабайт вы запускаете какую-нибудь игру она съедает 5 гигабайт остается 1 гигабайт и это уже никуда в если вы хотите запустить еще какое-то приложение вроде google chrome и и так далее все оперативной памяти считайте нету поэтому я советую уже покупать 16 гигабайт в двухканале и это будет прям мастхэв серьез и так дорогие друзья переходим к тестам и так дорогие друзья сейчас мы тестируем процессор от красных а именно с графикой вега 11 и в counter strike go мы получаем в среднем 123 кадра это достаточно неплохо переходим переходим к доте в доте мы получаем 63 кадра в среднем и это ошеломительный результат то есть я думал будет меньше переходим к фортнайт фортнайте средние настройки и в средних настройках мы получаем 90 кадров и вы знаете это очень даже хороший результат смотря на то как оптимизирована фортнайт и так далее переходим к танкам в танках мы получаем 61 fps на средних настройках и это достаточно неплохо потому что в танке играют многие я думаю вам встроенной графики до ухлать на долгое время переходим на counter strike go теперь от графики intel и и на данной графике мы получим 85 fps в среднем до согласен у амд больше но и здесь неплохо в доте же мы получаем 36 fps в среднем до согласен у амд больше но в ноутбуках стоит iris xe графика она достаточно мощная и я думаю что intel в следующем году на десктопах покажет уже iris xe на компьютерах и это будет вообще бомба гонка то есть я очень жду iris xe в десктопных решениях и когда она выйдет я соберу себе компьютер на iris xe и так дорогие друзья как вы видите в танках 43 fps на ультра hd 750 и это очень хороший результат а сейчас intel еще собирается свои видеокарты выпускать и это вообще будет ну так скажем хорошо если видеокарты выйдут как надо то есть если будет хороший конкурент nvidia сейчас мы сравним интелскую стройку а мдш на столько и взяли видеокарту gt1030 как вы видите данные в стройке очень даже могут поконкурировать с жить и 10 30 это уже полноценная видеокарта ну как полноценно почти что полноценная видеокарта и как вы видите можно можно играть сейчас на встройке она сейчас может легко по конкурировать gt1030 gtx 10 50 10 50 ти и как вы видите все даже неплохо идет даже немного лучше итак дорогие друзья если вы до сих пор упираетесь говоря нет встроенная графика не пойдет и все такое то я вас разочарую вы будете вынуждены собрать компьютер на встроенной графике если вам нужен компьютер сейчас почему да потому что если вы соберете компьютер с видеокарты за 150 тысяч и видеокарты где-то через месяца два упадут в цене в трое вы будете очень крепко жалеть что вы собрали данный компьютер что вы не сделали так как я вам не сделали так как я вам сказал он не собрали на встроенной графике вы можете сильно пожалеть если вы соберете с видеокартой но дорогие друзья вот как вы видите тесты более чем оправданные я думаю вы сделали для себя правильное решение и так дорогие друзья как вы могли наблюдать то что встроенная графика очень даже может поконкурировать с дискретной графикой и я думаю что сейчас собирать компьютер на встроенной графике это маст хэв и и у нас нету другого выбора спасибо вам майнеры по поэтому мы должны собрать компьютер на встроенной графике чтобы пересидеть и перейти на диск рину когда видеокарту уже подешевеют и так дорогие друзья с вами не прощаюсь так как мы интернете а значит скоро увидимся удачи